Здравствуйте, друзья. Несколько дней назад в комментариях к моему видео, которое я записала для Натальи, прозвучал такой комментарий. Стало модно говорить, что то, какая у нас жизнь, зависит от нас. Конечно, от нас многое зависит, но очень часто обстоятельства бывают сильнее нас. И тут психологи бессильны. Это меня немножко как-то подзадело и подзадорило. И я решила записать небольшое видео на эту тему. Про обстоятельства и про то, кто сильнее вообще, и что у нас по жизни получается. Значит, история вот какая. Обстоятельства не сильнее и не слабее нас. Они просто есть. Есть в том виде, как стоит, например, гора или дует ветер. И если стоит гора, это же не повод не добраться куда-то к своему местному назначению, куда нужно приехать. Мы говорим, ну хорошо, гора, да, мы можем прорыть тоннель, если это речь идет о каких-то государственных проектах. Мы можем объехать, построить дорогу вокруг, мы можем обойти гору пешком, мы можем залезть на вершину и спуститься с этой горы. Но нам нужно добраться к какому-то назначению. И мы доберемся, а гора себе стоит и стоит. Она не то что помеха, она просто есть. И мы привыкли все с этим жить. Мы очень часто знаем, что вот мы ездим в Санта-Крус, мы едем через горы, да. Это один способ добраться туда. Или можно поехать в объезд через какой-то другой хайвей. Но это же не повод туда не доехать. Точно так же и в нашей жизни обстоятельства – это вот такие вот существующие вне нас ситуации или отношения или что-то такое, что не зависят никак от наших действий, вроде бы. Но тем не менее, нам нужно научиться с этим жить. И не надо прикрываться обстоятельствами, чтобы ничего не делать. На самом деле, существует два подхода в принятии обстоятельств. Первый подход – человек говорит, а что я могу сделать? Это же от меня не зависит. Это же обстоятельства. А что я могу сделать? Я ничего не могу сделать, поэтому и рыпаться не надо. Другой подход состоит в том, что обстоятельства есть. Они есть, никуда от них не денешься. Вот это как стена у тебя стоит перед носом. Стоит стена, и ты не знаешь, что с этим делать. Задаешь себе вопрос, а что я в этих обстоятельствах, в существующей стены, могу сделать из того, что от меня зависит? То есть каждый из нас должен пройти свою часть пути. И у меня почему-то так по жизни получалось, что я как бы всегда пыталась сделать то, что я могу сделать, а дальше уже будет, что будет. И очень интересно, что жизнь на это откликалась тем, что она как-то проворачивала вот эти ситуации, и все складывалось, несмотря на обстоятельства, все складывалось более успешным образом в мою пользу. У меня был такой в молодые годы, когда мы еще жили в Советском Союзе, очень место, где я работала, оно мне не нравилось. Устроиться на другую работу было вообще невозможно. Это были только места по протекции, в системе образования. В общем, куда-то устроиться было невозможно. И мне мое место ужасно не нравилось. И что я могла сделать в этих обстоятельствах? Я могла пытаться, например, уйти в какую-то аспирантуру. Но это тоже было не так просто, потому что набор в аспирантуру раз в год, пока оформишь заявку, проходит сколько-то лет. Но тем не менее я это делала, понимая, что просто нужно что-то делать. В тех обстоятельствах, в которых я находилась, потому что мне очень хотелось уйти из этой конторы. Что же произошло? Вроде бы я подала заявку в какую-то аспирантуру, которая должна была через три года пройти все инстанции, утвердиться, где-то появиться, не появиться. В общем, что-то такое должно было произойти, бог знает когда. И вдруг буквально на следующий год к нам в учреждение приходит заявка, которую кто-то подал три года назад. Но он не доработал, он просто ушел с этого места. И эта заявка осталась пустой. И уж так вот сложились мои счастливые обстоятельства. По тем временам я думала, что это вот повезло-то, повезло. Что эта пустая заявка в аспирантуру досталась мне, и таким образом я попала в очную аспирантуру. Хотя никаких шансов у меня других не было. И можно сказать, что это просто везуха. Вот человек просто сидел, да, и как бы вот так вот на него свалилась. Ну вот я так и думала по молодости лет. Сейчас немножко у меня изменилось осознание этого, потому что я как бы понимаю в силу житейской мудрости уже много вещей, которые тогда в мои 20 лет были мне недоступны. Другой пример. У меня есть два знакомых агента, которые продают недвижимость. Они оба очень успешные, но один занимается, то есть они оба, это лицензия у них агента по продаже недвижимости. Значит, один агент что он делает? Где бы он ни жил, а он уже, естественно, сменил очень много мест жительства, где бы он ни жил, он всегда старается вокруг себя, ну, я это называю окучить комьюнити, да, но на самом деле он что делает? Он становится лучшим другом всех своих соседей. Он бесконечно устраивает какие-то партии, там приглашает всех соседей, барбекю, какие-то на праздники всем под дверь подкладывает подарочки, открыточки, какие-то маленькие сувенирчики. И если спросить вот в этом небольшом, это несколько блоков вовлечено в это все, это не то, что там весь город. И если спросить любого человека, знают ли они его имя, они скажут, а, да, конечно, это наш локальный real estate агент. И естественным образом, когда у них возникают потребности в покупке или продаже недвижимости, они к нему обращаются. И вторая знакомая у меня, она очень успешная агентка, у нее много клиентов, она тоже старается заводить отношения со знакомыми, с друзьями, но она пошла по пути покупки недвижимости, а не продажи. А у нас покупка от продажи отличается тем, что когда человек покупает недвижимость, то он должен со своим клиентом ездить, вот, смотреть эту недвижимость, выбирать, там, давать предложения и так далее. А когда человек продает, у него контракт, то есть у него может таких контрактов быть несколько, там, 5, 6, 10, сколько он в состоянии найти. И они одновременно, у него стоят дома на продаже. Как вы понимаете, совершенно отдача такого бизнеса намного-намного-намного выше. Хотя, в принципе, ты такой же человек, как и продающий, у них одинаковые лицензии, у них все хорошо. Ну и вот я, значит, приятельно с этой говорю, а почему ты не пойдешь по пути продаж? Она говорит, а где же я возьму клиентов на продажу? У меня клиенты на продажу возникают только если я им купила что-то, и они хотят продать. Тогда они ко мне обращаются, и я с удовольствием им помогаю в этом, но не то, что у меня именно такой поток продаж. И я говорю, ну ты вот в том месте, где живешь, ты можешь завести какие-то отношения с соседями. Она говорит, не, ну у меня на это совершенно нет времени. И времени нету, потому что она очень много этого времени тратит на поездки. То есть она безумно занята. Телефон у нее занят непрерывно, дозвониться невозможно. И получается, что человек вроде бы крутится, как белка в колесе, да. А отдача как-то, ну она есть, конечно, потому что релостейтный бизнес в наших краях так неплохо оплачивается. Но отдача не такая большая, как, скажем, она могла бы быть, если бы человек продавал, а не покупал. Вот. Ну и она мне говорит, ну у меня обстоятельства, я не могу, да. И вот как только человек сказал, я не могу, у меня обстоятельства, на этом месте все заканчивается. Ничто вокруг не провернется и не изменится в какую-то лучшую сторону. И в то же время, когда человек начинает что-то делать, да, то у него появляются какие-то результаты. Ну и казалось бы, вообще-то говоря, что все очень просто. А что такого-то, да? Ну вот захотел, да, поменять что-то такое, понял вот эту простую умолку, что да, нужно что-то делать, тогда все поменяется. И казалось бы, все так просто. Но все далеко не так просто, потому что в жизни очень часто вот эти обстоятельства, которые встают у нас на пути, они связаны очень напрямую с эмоциональным состоянием человека, с его эмоциями, с его обидами, с его страхами, с его гневом. И очень часто вот эти эмоции, то есть нам бы хотелось, конечно, управлять своими эмоциями, сказать, все, я не буду обижаться и перестать обижаться. Но на самом деле получается другая история. Мы обижаемся, и вот эта обида заставляет наши мозги работать в совершенно другом направлении. И вместо того, чтобы созидательно что-то делать, мы начинаем обмусоливать эту обиду. Вот как раз вот на прошлой неделе у нас было два таких письма, вот одно письмо, вот я уже ссылалась, это письмо от Натальи, которое из-за обид на мать, она фактически в течение жизни не могла реализоваться. Вот так эта обида сидела, что она кроме этой обиды уже больше ничего не видела. А у нее все хорошо, у нее все прекрасно, у нее все получится. Стоит только немножко открыть глаза пошире и посмотреть, что все отлично и замечательно. И молодой человек, про которого мы ничего не знаем, кроме того, что его обижают родители, и вот обижают, 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 ему 18 лет, и он не видит выхода, и уже здоровье у него портится, и все такое прочее. Так вот, состояние обида, оно нас заставляет впадать в такое состояние, когда мы действительно не можем ничего делать. И тяжелые случаи приводят и к депрессиям, когда людям жить не хочется, и все становится неинтересно. И вот тут-то нам как раз нужны психологи, у которых есть профессиональные способы отключить человека от состояния эмоций, вывести его из такого эмоционально напряженного состояния, дать ему возможность посмотреть на ситуацию поспокойнее и пошире. Ведь что мы фактически делаем вот этими нашими разговорами на канале? Мы смотрим на какую-то ситуацию, мы ничего про ней не знаем, только то, что человек сам про себя написал. И мы со стороны даем некоторый такой обзор, да, вот, а что могло бы быть со стороны? И вдруг человек, который был в своих эмоциях, в своих каких-то зашоренных состояниях, он не знал, как выйти из этой ситуации, и вдруг он видит какую-то мысль, она его выводит вот из этого тупикового состояния эмоционально. Он говорит, да, слушай, а вообще, вообще все не так плохо. Тут уже, казалось бы, вешаться хотелось, а оказывается, что все-то не так плохо, и дети любят, и семья есть, и, в общем, все замечательно. И это как бы мы не профессиональные психологи, мы просто так вот по-житейски смотрим на все вот эти вот вещи. И наши советы чисто такие житейские, связанные исключительно с нашим собственным опытом, может быть, как-то опытом других людей, которые мы наблюдали. Но когда случаи запущенные, конечно, мы не можем человека вывести в состояние там депрессивного, и тут нужна профессиональная помощь. Так вот, насколько психологи могут нам помочь, насколько они полезны, это то, что они могут помочь человеку вот это эмоциональное состояние притупить и посмотреть на проблему отстраненную. Как только человек начинает смотреть, меняет свое отношение к этим обстоятельствам, и у него начинают эти обстоятельства как-то проворачиваться другим способом. Вот мы сейчас проходим, в общем, мои стройки, там все это, мы находимся в непростой ситуации. Так вот кажется, что все очень легко, так лихо туда-сюда, но мне приходится иметь дело с официальными лицами от города, у них свои законы, у них свои распорядки, и, в общем-то, не всегда все идет очень гладко. И мой контрактор, когда вот очередное там нападки со стороны сити, он начинает биться в истерике, и кричать, как она любит, и все это переходит в раздел эмоций. Вот как только оно переходит в раздел эмоций, уже все, никакого решения быть не может. Я смотрю на это более как бы просто, да, я стараюсь не вовлекать много эмоций в обсуждении этих вопросов. И в этой ситуации, да, я тоже эмоциональный человек, но в этой ситуации мне удается сохранять равновесие, взвешенное такое эмоциональное состояние. И я смотрю исключительно практически. Вот сложилась ситуация, да, она очень неприятна, да, это может стоить мне больших денег, и как провернется, непонятно, и, в общем, ну, чревато последствиями ситуации какие-то. Но я смотрю, хорошо, но я же не могу это изменить. Вот она такая, какая она есть, ну, наехала на нас сити. Что можно в этой ситуации сделать? В этой ситуации я могу сделать только то, что я могу. И я иду и делаю свою часть работы, да. То есть можно просто кричать, говорить, вот, сити, они виноваты, они то, они и все. А можно пойти и сделать то, что я могу сделать. И вот как ни странно, вот буквально в течение последних нескольких дней очень тяжелая была ситуация с городскими властями, они на нас наехали. В общем, так это непонятно, вот чем кончится с этим нашим домом в Испал-Алте. Вот, но вчера я поехала к ним, и мы поговорили очень хорошо, и посмотрели на эту ситуацию, на эти обстоятельства с разных сторон. И, в общем-то, я надеюсь, что она разрешится таким более-менее спокойным способом. Получается такая история, что если убрать эмоции и пересмотреть свое отношение к обстоятельствам, изменить отношение к обстоятельствам и сказать, не обстоятельства сильнее меня, ничего сделать нельзя, а что я могу сделать в этих обстоятельствах, то окажется, что то, что вы сделаете, каким-то странным образом повернет все эти обстоятельства, и проблема начнет как-то разрешаться. Ну, наверное, я где-то, конечно, сужу по своему собственному опыту, и я не претендую на глобальное освещение этой проблемы, и скажу, что у всех все получается. Но хочу сказать, что у нас есть друг Михаил Бородянский, и он мне в свое время очень помог вот с этим, вот когда он мне сказал изменить свои отношения, у меня долгое время не получалось это, потому что эмоции захлестывали. Но в каких-то вопросах у меня сейчас уже получается удержать вот это вот эмоциональное состояние под контролем, и действительно жизнь проворачивается совершенно по-другому. Михаил, он у нас выступал на канале неоднократно, у нас есть его плейлист, и он специалист по управлению событиями своей жизни. И у него есть очень практичные инструменты, которыми можно пользоваться для того, чтобы провернуть эти обстоятельства в свою пользу. Они несложны, опять же, это управление вот своим эмоциональным состоянием, это отношение к этим обстоятельствам. Там много этих инструментов, если вам будет интересно, вы познакомитесь. Но, во всяком случае, есть способы проворачивания обстоятельств. Должно быть правильное отношение к ситуации, и я думаю, что если вам удастся справиться с этим, то у вас все получится, и мы скажем, нам все равно, мы свою жизнь куем сами, и она будет такой, как мы захотим. Вот на этой радужной ноте, ой, сейчас тут будет ямка, мы и закончим. Вот, и всем я желаю удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok